Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Лиса. И сегодня я буду делать переделку моей комнаты, в которой я не была уже два года, потому что у меня не было два года в Европе. Минутку уточнений. Мои родители живут в Германии, поэтому у меня тут, соответственно, дом, в котором есть, соответственно, моя комната, в которой я уже не была два года. Не могу сказать, что я в каком-то сильно в восторге от происходящего, но у меня тут не было два года. Моя мама облевывала это помещение и использовала его как свой кабинет. Окей. В общем, мама, ситуация такая. Попрощаюсь с этой комнатой, больше всего я не буду задать, пока я не закончу здесь ремонт. Переделка комнаты делаем из склада-сарая комнату, как в Пинтересте. Какое-то время мне нельзя было выходить из дома, поэтому я отправила маму в магазин и заставила ее снимать видео. Первое задание – больше базовые вещи. Пока. Мама должна купить шторы, розовые или серые, плотные. Лед-лампочки должна купить. Купить новый карниз, золотой или белый. Посмотрим, справится или нет. Лампочки нужно купить. Какие я просила? Вот это, наверное. Розовые или бежевые. Я думаю, розовые гораздо лучше. Дымчатый цвет. Какой тип? Фирмитер. Я не знаю, зачем здесь изображение с этими пчелами, но она ика. Смилась. Извините, я не могу с этим записи, я умираю. Тем временем дома. Господи, я слышу, когда снимаю, что что-то шмычит. Я не могу понять, что это шмычит. Оно вот там, шмычащая. Здравствуйте, шмычащая. До свидания. Я нашла в комнате паука. Я нашла паука и паутину. Ай, тут два паука. Нафиг тут этот шкаф не нужен. Пауки вместе со шкафом, они приемлемы к шкафу. Буквально следует за шкафом. Я вот не проходит машину. Что, шкаф, что ли, не поставлю? Стоило мне начать выпендриваться, как я не рассчитала габариты. Ладно, я думала, будет страшнее. Ставлю маме за покупки лайк. Начинаем с демонтажа окна и продлеваем пространство в этот ком, за счет того, что здесь везде будут шторы. Потому что это позор. Экард. Айнит, отвертка. Отвертка? Да, для ажалюзей. Извини, Павловка, но ты будешь высосан. Осторожно, осторожно. Что ж, посмотрим немецкое качество этой фигни. Еще с детства на всем мешает, что квадратишь практишь гуд. Немецкое качество хорошее. Оригинальный немецкий товар не требует клей-момента для стены. Немножко пьяная, Ленка. Производим проверку цветов. Фигаси, никакой ядреный. Надеюсь, это завтра у меня не проснусь. Нет, я надеюсь на то, что это завтра ночью, когда я лягу спать, не принадлежу лицами на голову. А то я испугаюсь, возможно, умру. Проверим. Ну что, как вы думаете, произошло на следующее утро? В общем, мама, ситуация такая. Во-первых, немецкое качество все еще немецкое качество, потому что в России мы покупали вот эту же штуку, и она упала. Ну и что ты хочешь мне сказать этим? Что немецкое качество все еще немецкое качество. Вот, так же пользуюсь случаем. С претензиями, что я хочу сказать так, мне взять воду, напить у немецкого производителя, или что? Это просто факт, ничего не делать. Вот, второе. Так, Тить, запрещай, заходи в эту комнату, Финька, вообще-то тут находишься. Я сделаю обманку. То есть, если ты заверешь комнату, я узнаю. Попрощайся с этой комнатой, больше всего не будешь заходить, пока я не закончу здесь ремонт. И Мэншин я настолько сильно затупила, я забыла погладить новые шторы, поэтому я глажу шторы на стене. Ничего, мы русские, с нами утюг. Ты готова? Сейчас приду! Я глажу шторы! Что ж ты делаешь-то? Какая разница, где глать, вертикально или горизонтально? Не, ну ты чего делаешь-то, блядь? Я говорю, я глажу нормальную температуру, иди все под кран, господи боже мой! Ну что, руке совсем кирдык? Что, кто кирдык? Руке. Что, хорошо? Руке. Ничего, хорошо. Ну ты захватилась за утюг, за горячий. Ну, мне ничего нету. А ты промыл руку ледяной водой? Да, мне все прошло. Я посмотрю, у меня нет ничего. Сейчас нет, завтра будет. Ты лучше подержи ее подо льдом. Да потому что ты утюг схватила. Да, понятно, все нормально, у меня все в порядке. Смотрю варианты столов, и я в ужасе от того, как много здесь вообще всего крутого. Моя вонючая комната в стиле шейби-шик. Я хз, что было с моей головой, когда решила, что мне нужен шейби-шик, потому что шейби-шик и, сука, компьютер вообще несовместимы. Ну, это просто оксюмирон. Типа топа. Но! Сколько приколдесных штук, я просто в ужасе. И вот мы поехали в местную киеву за приколдесными штуками. Очень прикольная идея для стола. Блин, столько всего красивого, я просто не могу. Даже я влюбилась в эту лампу. Охренеть. Нет, ну реально Икеа очень отличается. Все видели из Икеи вот такие вот штуки. Но посмотрите, здесь вот эта штука, вот комод. Буквально, который выглядит так. Это же просто гиперудобно. Охренеть. У нас тут только вот такие продаются, я, по крайней мере, не видела. Но здесь и такой план, и такой план есть. Я бы себе, конечно, такой в Москву бы взяла, вместо того, что я купила. Он охрененный. В какой-то степени я расстроилась, что нет вот этого в сратово ковра в розовых оттенках, или хотя бы в серых. Кто-то скажет, блин, да это папкин ковер. Ай, он скажет, что в Европе тут бог знает, какого года тренд. Нам это нужно. Но тут этого нет. Здесь, короче, есть веганские хот-доги в Окее. Блин, прикольно. У меня реально веганская сосиска. Вот она. Вот обычный хот-дог. Сейчас буду их наполнять. Короче, представлять, здесь можно даже клюквенным соусом спокойно себе все поливать. Окей, сосиска с этим, это прям супер. Я не знаю, что сделала. Ну, попробуем. Путина. Ин, ребята, тут очень можно не ограниченное количество огурчиков и керца положить себе на этот хот-дог. Я этого не видела, но сейчас положу. Самый голодный человек из России выглядит так. Чистельки. Тестирую мега веганский охранительный хот-дог. Это очень вкусно. Офигенно вкусно. О, нет, я перехвалила. Дело в том, что я попробовала хот-дог, он был божественный. Это было очень вкусно. Я сейчас заплачу, насколько это было вкусно, потому что я плачу от вкусной еды. Да, это дебил. Но эти веганские тевтельки вообще не вкусные. Я, конечно, все съем, потому что я голодная. Но они, блин, ужасные. Братан, братан, я знаю, что ты у нас тот еще такийский мститель, но мабать-то съездишь. Я говорю, его отсюда сдвинуть будет очень опасно для здоровья. Блин. Как его оттуда сдвинуть? Я просто боюсь. Ура! Уходи. Вы не подумайте, я люблю этого кота, я не отношусь к нему хуже, чем к другому. Просто он очень опасен. Однажды Давида пропкусил, вот он, короче, вот сюда вот так вот кусил, и у него зуб прошел вот так вот насквозь. После этого мы этого кота вообще лишний раз не трогаем. И рассказывали эту историю Тильке, когда она приезжала сюда ко мне. И только такой, да нет, это такой миленький маленький котик. И в итоге папа ходил за километр, потому что он очень агрессивный и очень злой. Он только мамку с папкой не кусает, всех остальных он готов убить. О, нет, пожалуйста, уйди. О, нет. Почти закончил собирать стол, но пришел хищник. О, нет. Нас есть хищник. Это не лоток. Почти собрала стол, но, короче, к нему шла черная дверка. Ой, не дверка, а вот тут бипка. Я купила золотые, чтобы вот здесь вот поменять на золотые. И вот как раз мы с дверцом будет на эту дверку, чтобы все было в одной куче. Глажность деталей абсолютно точно никак нельзя переоценить. Несмотря на то, что я и золото, то вещи какие-то вообще достаточно друг к другу странно совместимые, в этой комнате так будет норм. Бо! Снимаем нахрен эту порнографию, обратить тебя на. По родину! Давай вылезай, уже задолбал. Есть у меня одна вещь, которую я очень не люблю. Цветное постельное белье. Просто... Меняем. Ну давай! Попробую сейчас, если не получится, то нужно. Ну вроде тащу. Теперь мне этот угол реально нравится. И я считаю, что мы классно сочетаемся. Все, абсолютно шикарно. К примеру он зашел. А теперь ведь с мамой мы сели в кавриолет. Смотрите, я еду в кавриолете. Ну, на самом деле, я очень редко езжу в кавриолете, поэтому я радуюсь. И мы приехали вот в такой вот классный магазин. Это типа, знаете, аналог, аля наша отечественная фикс прайс, только вот чуть-чуть более дорогой, но в целом для немцев все та же самая храни, что фикс прайс. И, блин, посмотрите, какой здесь выбор. Очевидно, что это голова козла, я в курсе, что это не голова козла, она едет со мной. Ну, это промо вообще вот. Без нее мы никуда не поедем. Ну, поедем с моей новой головой, потому что голова класс. Вот, голова отлично встала. Я только сейчас поняла, что я сказала. На сей момент у меня есть три аксессуара, которые я хочу повесить на стену. Я не могу, с этого просто невозможно. Видите, женщина со мной в состоянии вбить гвоздь. О, боже мой, как же так? Силу молотка! Силу молотка! Силу молотка! В целом, мне даже нравится. Зашла в магазинчик, увидела такое классное, вообще, кресло подвесное. Боже, я не могу. Очень бы хотелось купить, но вообще ни в тема, никуда. В общем, я иной раз смотрю, столько вещей клевых, и все хочется. О, боже, я нашла эту вещь в другом цвете. О, нет, даже в белом есть. Умираю. По-любому это нужно. Это того же самого цвета, что и шторы. Ты сможешь вот это тащить? Он вроде легкий. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Пожалуйста, DimaTorzok. Ага. Надеюсь, эта комната не засрется. ДимаTorzok. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.